Без вреда для экологии? Возможно, если никуда не торопиться. В Австралии завершилось самое долгое путешествие на электромобиле. Голландец Виби Вакер преодолел около 95 тысяч километров, чтобы доказать жизнеспособность экотранспорта. Это было непросто. Путь из Нидерландов в Австралию через Турцию, Иран, Индию и другие страны занял более трех лет. Расходы на топливо составили всего около 20 тысяч рублей, если приводить на наши деньги, поскольку бесплатные электрозаправки были не везде. Если бы голландец ехал на обычной машине, ему пришлось бы сжечь не менее 7 тысяч литров бензина и потратить около 400 тысяч рублей. Солидная экономия. Ну а теперь о машинах, которые ближе к российским реалиям и насущным потребностям водителя. Иван Зинкевич сравнил три компактных и недорогих кроссовера, которые пришли на российский рынок совсем недавно. Кроссоверы сегодня самый популярный класс, поэтому и конкуренция здесь очень жесткая. А значит, бренды вынуждены регулярно обновлять свои модели. В ходе этого меняется внешность, интерьер, появляются новые опции двигателей, но, к сожалению, растет и цена. Рассмотрим три обновленных компактных кроссовера, официально появившихся в России совсем недавно. Открывает обзор корейский вариант. В базовую комплектацию автомобиля Kia Sportster с двухлитровым мотором входит следующая опция. Система курсовой устойчивости, система контроля давления в шинах, шесть подушек безопасности, штатная аудиосистема и блютуз. Мотор бензиновый, мощностью 150 лошадиных сил. Разгон до сотни занимает 10,5 секунд. Расход в смешанном цикле порядка 8 литров. Привод передний. В базе устанавливается шестиступенчатая механическая коробка передач. Дорожный просвет 182 мм. Объем багажника 490 литров. Цена от 1 миллиона 390 тысяч рублей. Теперь японец. В базовую комплектацию автомобиля Nissan Qashqai с двухлитровым мотором на 144 лошадиные силы входит лобовое стекло с электрообогревом, шесть подушек безопасности и 17-дюймовые лекославные колесные диски. Разгон до сотни, порядка 10 секунд. Средний расход 7,7 литра. Привод передний. Коробка шестиступенчатая механика. Клиренс 200 мм. Объем багажника 430 литров. Цена стартует с отметки 1 миллион 423 тысяч рублей. И Suzuki Vitara. Под капотом турбированный бензиновый мотор объемом 1,4 литра и мощностью 140 лошадиных сил. До сотни он разгоняет автомобиль за 9,5 секунд. Средний расход топлива 6 литров. Привод передний. Коробка классический шестиступенчатый автомат. Дорожный просвет 185 мм. Объем багажного отделения 375 литров. В базе есть все необходимое. Цена от 1 миллиона 609 тысяч рублей. Этот сегмент сегодня самый массовый из-за оптимального сочетания размера, характеристика, цены. Поэтому машина в целом похожа. Sportage дешевле остальных. При этом базовая комплектация вполне приемлемая. Правда за автомат придется доплачивать. Qashqai чуть подороже. Набор оборудования и характеристики примерно такие же. И в базе тоже только механика. А вот у Vitara с этим мотором предлагается исключительно автомат. Список опций явно богаче, но и цена заметно выше. При этом Suzuki самая компактная в тройке. Модели достаточно универсальны. Несмотря на то, что в базе у всех монопривод на бездорожье они не спасают. Все остальное дело ваших предпочтений.